Сразу несколько пожаров произошли в Ненинском округе на прошлой неделе. От огня пострадали складское помещение, хозяйственная постройка и жилые дома в селах. Александр Литков расскажет подробнее. Самые серьезные последствия вызвал пожар в жилом доме в селе Коткино. Здесь ожоги головы и обеих рук получил один из жильцов. Пострадавший бортом санавиации был доставлен в Ненинскую окружную больницу. Дом 80-х годов постройки. Получается половина дома, одна из квартир, это муниципальная наша. Там проживал человек по договору собственного имена. А вторая, это частная председательная квартира. У нас там молодая семья, проживает учитель в школе и дезилистная станция. Возгорание было обнаружено ранним утром 13 марта и было ликвидировано в течение полутора часов. В тушении были задействованы три сотрудника противопожарной службы и 10 человек из числа местного населения. А также пожарный автомобиль и две мотопомпы. Развернулись очень быстро. Единственное, спасли бы дом, если бы вовремя обнаружили пожар. Потому что когда жильцы все спали, во-первых, и когда уже было обнаружено, уже задумленно сильно было, даже политические вещи ничего не успели спасти. Дом восстановлению не подлежит. Оставшиеся без крыши над головой жители временно размещены у родственников. Сейчас решается вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда. Предварительная причина возгорания в системе отопления. У нас, получается, там причина возгорания – это нарушение эксплуатации печного оборудования. Ну, то бишь, где-то что-то пошло не так, и от котла загорелся помещение котельной, и пошло это всё дальше. Дальше-дальше ушло на крышу. Возгорание в жилом доме также произошло в посёлке Харивер. Здесь обошлось без пострадавших. Дом подлежит восстановлению. Тоже был утренний вызов. Это где-то 7 часов 3 минуты. Пришло сообщение в подразделение отдельного поста в посёлке Харивер об воскрайне вот этого дома по этой улице Береговой. По приезду туда было обнаружено задымление одной из квартир. Очаг задымления находился в районе котла под полом, где-то там. От огня пострадала хозяйственная постройка в посёлке Харута. А в Нарьинмаре пожар случился в складских помещениях в районе улицы Рабочий и в здании по улице Авиаторов. Слушай, не первый раз у нас туда и пожарные выезжают, не первый раз туда инспектора привлекаются для проведения проверок по фактам возгораний. Так что к этому дому, так скажем, у нас особое внимание. По результатам данного происшествия, скажем, строение дома не пострадало. Там всего скорее либо детская шалость, либо неосторожное обращение с огнём. Но в силу того, что вовремя поступило сообщение в пожарную охрану, силы и средства среагировали. Так что к тяжким последствиям это не привело. Причину возгораний на всех объектах выясняют дознаватели. По статистике в основном они происходят по вине человека. Основная масса пожаров происходит по-прежнему в жилфонде. То есть здесь опять мы настоятельно обращаемся к собственникам жилья. Соблюдать требования пожарной безопасности, не терять бдительность при топке печей, при пользовании электроногревательными особенно приборами, не оставлять детей без присмотра. Добавлю, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров в Ненинском округе возросло в три раза. С 16 до 45 в этом году. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал Север.